добрый день уважаемые садоводы с вами сад хризантем рассматриваем способ укоренения черенков малообъемной таре в данный момент вот смотрите у нас кассета 9 обязательно обязательно сорта подписываем потому что каждый сорт не то что не даже не каждый сорта группа хризантем формируется по-разному если крупноцветковые там убираются боковые потом если веточный верхний бутон мультифлора посадки это тоже играет роли на какое расстояние вы посадите если вы перепутаете сорт и за место если вы перепутаете сорт и взамен кустовой высадите плотно мультифлора например через каждый 30 сантиметров то у вас никогда не будет красивого ровного шарика но в принципе не об этом принцип этого этого черенкования малый объем земли вы ставите большое количество черенков так малых объемов зачеренковать много черенков я вам показываю все способы не промышленные не производственно а именно как домашних условиях квартире или в частном доме не имея возможности больших площадей успеть ли не имея возможности больших площадей сделать себе рассаду хризантемы чтобы это было удобно возможно в то же время место хватило на помидоры и огурцы и так каждую кассету мы поставили несколько черенков вот в этой три штуки можно три можно четыре вот они все они уже укоренились и пускай корешки еще не совсем большие но уже есть что мы делаем и сразу показываю что мы делаем дальше учитывая что площади у нас мало мы не пересаживаем сразу и в большие горшки тем более черенки маленькие им нужно время на то что для того чтобы они нарастили массу нарастили корни поэтому высаживаем также маленькие горшочки или стаканчики дальнейшем мы перевалим и более большую тару не углубляем сильно не надо углублять вот примерно вот так вот земли почву примерно вот так вот грунта насыпаем чтобы сверху еще было сантиметра 2 ставим черенок присыпаем и уплотняем не сильно не сильно придавливаем просто уплотнили чтобы она держалась не углубляем дальнейшем во первых для чего это вы когда будете поливать вас не будет вода стекать с горшка вниз если вы прям по уровню земли сделайте у вас с поливом будут проблемы так вы аккуратненько горшочек немножко поливаете первое время я бы рекомендовал не поливать а просто прыскать дренаж стаканчики обязательно вот видите прорезь все мы ставим эти стаканчики какую-то определенную тару стаканчики можно и прорезать или делать дырки посредине дырочку делать это уже на ваше усмотрение и на любителя нижний нижний листик можно убрать если он у вас подпрел еще раз повторяю вот буквально два сантиметра так вот и присыпали углотнили поставили вот такого вот маленькое приспособление можно взять если у вас нету прысковки если у вас лейка большая там например неудобно там со стаканчиком с кружечки скорее всего многие это знают но на всякий случай все таки расскажу маленькие бутылочки просто пробку не до конца закручиваете и смотрите так чтобы вот она у вас только слегка капал сколько вам надо и вот так вот на стаканчиком можно сразу немножко полить все у вас это и стаканчики и лишние вы не перельете потому что поступление воды маленькая идет смотрите этика сколько я надавлю видно не видно как это сказать вот так вот как вы надавите столько и у вас и потечет выставляйте и обязательно подписывайте накрывать или не накрывать это решение за вами если у вас в комнате тепло умеренная влажность то можно оставить открытыми и пускай они климатизируются если вы считаете что у вас суховато и довольно таки прохладно можно накрыть пленочкой хотя бы временно все удачных всем посадок